В какой-то момент я ухожу со следов. Я этого в темноте не понимаю, потому что всё равно ты на кошках. В какой-то момент становится такая крутизна, что я ногу не могу держать. Я это, я понимаю, что я потеряла следы, но у меня знание. Но всё равно же я спускаюсь вниз. В этот момент сознание не работало, а куда ты спускаешься вниз? Но суть не в этом. А суть в том, что в этот момент весь склон начинает двигаться со мной вниз. Обрыв, это называется ещё, когда ползёт, когда возникает трещина и подрезается склон вверху. Это тоже лавина. Ледовая, не снежная, это совсем другое. Тонны, десятки тонн льда, склон весь со мной. Я понимаю, что это я погибну. И что я делаю? Ну, как обычно, нужно остановить падение, зарубиться ледорубом. Это практически невозможно в такой ситуации, но это надо делать. И я это делаю раз со всей силы, всем телом, ногами, кошками, всем. Раз, два. Меня от этого подбрасывает вверх. Я полностью делаю 360 оборот и опять на склон попадаю. А в этот момент склон, ну я имею в виду основная скорость, вот это шух, пускай это пару секунд или что, ну вот оно как-то, вот это. Я остановила свое падение, там дальше двигалась и так далее, я остановилась. И я была мокрая. Вот многие говорят, типа, человек потеет, это адреналин. Я не имею в виду пот от жары или там неправильного функционирования организма. Я вот это выражение смеялась в больнице, в Склифосовском, адреналина, полные штаны. Почему? Когда человек разумный, он понимает, что значит смерть, гибель, и тебя сейчас не станет, и оценивает ситуацию. И вот это чувство страха, безопасности, это пот, это вот этот адреналин у любого нормального человека. Поэтому я была мокрая вся. Не от льда, а вот от этого осознания, что секунда, что я была на волоске. И вот крутизна склона какая. У меня кошки полностью в склоне, я на нем не стою, а на зубьях кошек передних. И вот так врубаюсь в лед и понимаю, что у меня ступени где-то слева. И я травертирую склон, со всей силы врубаю кошки, понимая, потому что подо мной просто ледопад, и всё, меня не найдут никогда километры. Я буду лететь крутизна, всё, на камни, на лёд, как все остальные в Гималаях. Ну, никогда не находят. Я работала как сумасшедшая. Я вышла на следы. Я вышла на следы, отдышалась. И темнота, а что я здесь должна? Я продолжила спуск. Пару раз спустилась, и опять теряю следы. Вот так вот вытягиваю руку, как сейчас помню, и ощущаю следы. И мне приходит знание, ангел, третьего не будет дано, ты должна остановиться. Третьего раза не будет, ты погибнешь. Вот так я возвращаюсь на следы. Это там седьмой какой-то час. Почему я смотрела? У меня немного флюоресцированные были эти, потому что часы были подарены известным американским восходителям. Вот, и я могла пытаться рассмотреть, чуть-чуть светились там слегка, и я так наблюдала. Вот, и это были мои последние шаги, где я провела около 13 часов. Субтитры сделал DimaTorzok